Нормально уже, да? Ну так, нормально. Ну, докладывайте, кто пришёл? Это Анна, я с Украины, родственница Гаврила, Вики, вашего крёстного. Помните меня? Вы молились за меня. Помню. Молились за меня. Спаси Господи вас ещё раз за молитвы. Вашими молитвами, в общем, я живу до сих пор. Это правда. Очень вам благодарна. Понял. Ну и что вы это за шри-то? Вот. У меня всё, после того, как вы помолились и попросили Господа, у меня всё наладилось в жизни. Ну, как-то, знаете, как рукой сняло. Господь послал нужных людей, и я выздоровела. Слава тебе, Господи. Спаси Господи вас. И вот я вышла, батюшка, вот я вышла замуж, и муж мой страдает непонятно почему. Почему-то давление у него падает. И вот он до этого момента, ну, не сильно был так очень верующий. Ну, и теперь он и причащается, и молится. Ну, всё равно ему плохо, и всё. И он говорит, вот когда я с тобой, вот я чувствую, что мне хуже. А когда, ну, ну, как-то куда-то пойду, ну, в смысле, там, отойду, мне легче становится. И непонятно. Вот мы своему батюшке рассказывали, он говорит, это бесовское. Это может быть... Да, правда, да? Да, вполне может быть. Он говорит, может, это что-то, ну, кто-то сделал ему это, чтобы ему так делалось. Непонятно. Ну, в общем, он говорит... Как его звать? Анатолий. Анатолий. Вам сколько лет? 24. А ему? 34. 34. А его в биографии было такое, что он пил водку, курил? Да, он и пил, батюшка, и был женат, и, ну, в общем, и блуд там был. Но он каялся в этих всех грехах. И, ну, и у Почаевыми были. Вы знаете, на Украине святыня Почаев? Я там был. О, вот. И там мы были. И он в всех-всех грехах уже покаялся. И исповедуется. И маслособорывание делал. И говорит, я как будто, как тонко чувствую на фоне вот энергетики, что с тем человеком мне хуже, а с тем лучше. Ну, что-то такое делается непонятное. И вот давление у него падает, и ему плохо становится. И вообще, ну, непонятно, что творится. А как про давление он знает? Откуда? Ну, мы мерили. Вот почему ему плохо? А какое давление у него? Бывает 80 на 40, где-то так. А врачи что советуют? Врачи ничего не знают, почему. Они говорили, вот, попейте там лимонник, там, гогель-моголь с яичницей, такое. Ну, ничего-то... Все его исследовали, и до свадьбы со мной ему, ну, что-то плохо делалось. Но он говорит, что так плохо, как со мной, ему не было ни с кем. Это говорит только так он. Если он пил, курил, он может и соврать, и проще. Теперь что уж говорит? А ты же не советовалась, вышла за него замуж. Что ты торопилась за него? Ну, видите, я влюбилась, полюбила его. Я и сейчас его очень сильно люблю. А он вас? Он говорит, что тоже, он, ну, что любит меня. Ну, говорит, я не виновата в этом. И вот, ну, не понимает он, почему так творится. Он говорит, я и люблю, и хочу, и заботиться о тебе, и жить с тобой, и детей. Ну, так мне делается плохо рядом с тобой, что, ну, ничего не могу поделать. А плохо-то что у него? Давление падает, когда вы рядом? И давление падает. А бывает, давление даже не падает, просто самочувствие. Вот он утром просыпается и говорит, как рядом на одной кровати со мной проснулся. И ему, вот, он говорит, ну, обессиливание такое, вот, энергии, как будто у него кто-то забрал. Так может, вы от него энергию забрали? Он же мужик. Что-что? Может, вы от него энергию-то и забрали? Он же мужик. Мужик-то отдает, а женщина-то ничего не отдает. Ну, ну, даже, если ничего и не было, просто, он говорит, когда просто даже лежит, да, только находится со мной, разговаривает, и уже ему становится плохо. Это, ну, немыслимо, почему это так делается. Ну, это он говорит так. Может, он строит плацдарм, чтобы уйти от вас, с кем хорошо ему будет. Мужики они тоже не знают. Но я говорю, я говорю, один из вариантов такой возможен быть, чего нет-то. Мы можем допустить, раз не знаем. Человеку на 100% верить, если бы он крепко верил, по-настоящему, он бы даже если так, он бы не сказал этого. Ну, батюшка, что вы говорите? Я о том говорю, что если бы это у него, ну, нормальное у него мышление-то было, он бы вам этого никогда не сказал. А когда такие, когда вы говорите, что от тебя плохо, я чуть не умираю, ну, ясно дело, что не цепляется за тебя. Чтоб хорошо было, ты уйди или я уйду. Тут вывод-то один, дверь открылась. Ну, смотрите, он не говорил мне этого. Это я вижу, что что-то, вот, целое лето, вот, в мае у нас была свадьба, и целое лето что-то непонятное с ним творится. Он не говорил, он не хотел мне этого говорить. Я его вынудила мне рассказать правду. Так, теперь он кому-то обещал жениться до вас? Нет, он не обещал, нет. Он, у него была там какая-то женщина, но у нее 14 лет, мне была дочь. И они расстались, потому что не хотела, та дочь не принимала его, она говорила, типа маме говорила. Это у него, да, та дочь не могла терпеть. И теперь здесь он не может, это у него, может быть, такая стадия. Он жил в своем блудке. Смотрите, он говорит мне, что он с ней, с этой женщиной, он познакомился там в каком-то санатории, и только был с ней ради близости телесной, потому что уролог сказал, что ему плохо, потому что нет женщины. И потом он с ней расстался, потому что дочка была против. Так, если он помещался и все. Тут только одно, ехать к мусульманам, чтобы его отодрали как следует. И он будет любить тебя, энергии прибавятся. Ну, он говорит, что он бы мне, говорит, что никогда бы в жизни мне этого не сказал, но это я его просила, скажи мне, в чем дело. Он говорит, и когда вот рядом с тобой, у меня как будто энергию сточили. Так, давай-ка договоримся так. Сейчас мы с тобой поговорим, и ты позвони Виктории, его и мужу, и чтобы они мне перезвонили вот так же, как вы. Я с ними переговорю. Ага, вот сейчас, да? Ну да, сейчас сначала поговорим так. Вы мне позвонили с какой целью? Ну, с такой целью, чтобы вы за него помолились, и ему стало легче. Я не знаю, нам батюшка говорит, что это дело в том, что, может быть, ему какая-то женщина сделала, что вот если не мой, то не чей. Но я же вижу по нему, что он хочет быть со мной, что он любит меня. Ну, какая-то сила мешает этому быть. Я бы видела, что он не искренний, он не хочет со мной жить, он хочет развестись. Нет, он не хочет развестись, потому что даже он, это уже второй же брак, да? И мы ездили к владыке, а он развелся, потому что прежняя же жена, она изменила ему, изменяла. И он развелся с ней. И вот мы ездили... Стой, венчанный был или нет? Да, он был венчанный. Ну, как же ты могла при живой жене выйти за него замуж? Я же говорю вам, она ему изменяла. И владык... А он имеет право развестись, но не жениться, такого нету. Ну, нам батюш... Нам батюш... Брак ваш недействительный будет. Я по высшей шкале говорю, сегодня разрешают. Развестись, развестись. По одной причине, если измена, развестись. То же измена, я вам говорю. Но до смерти измены, он не имеет права жениться. Да коли муж жив, и вы, выходя за него, делитесь пролюбодейкой. Это согласно апостолу Павлу. А выше апостола Павла может только Бог быть. Ну, смотрите, Игнатий Тихонович, нам... Как же, в православии разрешается развестись, если жена, например, изменяла ему. А жена ему изменяла. И вот батюшка ему сказал, когда ты встретишь девушку, которая согласится выйти за тебя замуж, поедете к владыке, и вот все расскажете. И вот допускается же в православии второй брак, если была измена. Я еще раз говорю, причина только одна. По Библии одна измена, и до смерти того, кто изменил, тот, кто развелся, он должен остаться или простить. Апостол Павел пишет, Коринфянам, это не мои слова. А сегодня в патриархии 12 причин разрешено разводиться. Ну, сплошной бардак сделали. За подписью там видно патриарха и прочее. Я не могу согласиться. Бог сказал, одна причина. Они сделали 12 для развода. Я говорю, почему развелся? А мы взглядом не сходимся. Взглядом не сходимся. Он говорит, вот эта собака заняла первое место в России. Она говорит, нет, не первое, а второе. И развод. А собаку даже и нету собаки. В газете прочитали. Ну, видите, вот, я не знаю, но нам... Так, я тебе сказал, значит, если мы желаем спастись, а тут выгадывать не приходится. Ну, хорошо, но... У нас знакомый один, у меня. Ну, что делать-то? Я его люблю, он меня любит. Не спеши, раз пришла, поговорим. Вот. Никто не знает он. Ну, он хороший, работяга, мужик, всё. Да, он хороший. Я про другого говорю. Но он мне сказал... Я жил там с одной женщиной. Ну, видимо, думал, жениться, у неё костюмы ставил, всё. А тут появилась девушка верующая-то. И он тоже верующий, крещение принял. И с ней стал жить. Он не сказал. Священник спрашивает, не обещался ли ты кому-то? А он говорит, не обещался. Не обещался, а сам жил с нею. Одёжи туда перетащил. Теперь они живут, рождаются дети. Ну, вообрази, что у них шесть детей. Ага. И в это время она заболевает. Она ничего не знает про то, на которое он женился теперь. А она болеет. И неисцельно болеет. И недавно она умерла. Умерла. Мы, конечно, не бросаем детей, заботимся тут. И сборы разные и прочее. Но, есть такое выражение. На чужом счастье, собственно, несчастье. Своё не построишь. Он не говорил. И сейчас эта молитва дошла. Когда дети совсем маленькие были, она обратилась к Богу и просила, ангел, сохрани мне жизнь на 10 лет, чтобы я детей маленько подняла. И вдруг болезнь отступила. Ровно 10 лет прошло, она той же болезнью и опять заболела и умерла. Я ей говорил, ты не хотела бы ещё раз попросить, чтобы тебе Господь продлил ещё 10 лет? Она говорит, нет, это искушение будет. А на наших глазах таяла прям быстро. И 40 лет и нету. Ну, батюшка, ну я не знаю, что делать. Ну, он искренний. Он не врёт мне. Он честно никому не обещался. Он говорит, что я истинно... Венщины, ещё мы обещать. А то он обещался под венцом. Под венцом обещался. Так как бы не венщины был, тогда два блудника сошлись и всё. И тогда бы церковь могла разрешить. Но жена-то живая. Вот она умерла бы. Жена, вот та жена его, жена его, она вышла замуж. И родила уже от другого ребёнка. И они, этому ребёнку уже лет 5. Он 5 лет не женился. Ну пусть бы он 5 лет не женился. Написано, у мужа, если он развёлся, Её муж живой, допустим, или о женщине говорится. И она выйдет замуж, пока муж живой. Или при живой жене. А после развода. Называется прелюбодейство. Вы что, не считали разве? Ну, вот насколько мне батюшка рассказывал, что я знаю, что... То, что если с одной стороны измена, то имеет право тот уйти и жениться на другой. Имеет право. Если была измена. Нет. Это нормально. Давайте кому это... Ну, понятно. Ну, хорошо. Я прочитаю писание. А что же теперь делать? Вопрос другой. Сначала проверить по писанию. Душа, что делать-то? Говорит, человек упал с сотого этажа, летит и 50-й этаж пролетает. И что мне теперь делать? Что делать-то? Почему ты лез в кокну-то? Это вот такая история. Знаете, Володя, Я если закрою здесь, тогда мне не выйти. Ну, ладно, сейчас. Подождите. Первое Коринфянам. Сейчас я тут найду. Первое Коринфянам. Да и к римлянам об этом говорит. Так. Вот прямо говорит. Муж, оказывая жене такое расположение, вступившем в брак, не я повелеваю Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем. Безбрачной, а не второй раз выходить там или жениться ему. И мужу не оставлять жене своей. Апостол Павел-то все говорит. Если неверующий хочет разместись, пусть разводится. Брат или сестра такие, слушай, не связаны. К миру призвал Господь. Почему ты знаешь, жена не спасешь ли мужа? Так. Можно поисковик ввести? Ну, у меня тут закрыто все. Ты же видишь. Ты там найди. Сейчас я считаю здесь. Вот у меня городинка такая, что закрыта клавиатура. Дальше говорит. Время уже коротко, Павел говорит. Так что, имеющие жен должны быть как не имеющие. И плащущие, как не плащущие. А ты у себя только смотри. У меня долго, я пока сейчас... Так. Хочу, чтобы вы были без забот. Женать и заботиться о мирском. Говорю, для вашей же пользы. Так. Выдающий замуж хорно. 39 стих. 39. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе, то ли верующего. Доколе жив муж, или жива жена, то разницы нету. Вот тогда он был бы свободен. А так, что там поп сказал, епископ, ну это совсем не о том речь идет. Вот допустим... Ну вот смотрите, вот я вас спрошу, в чем его вина, если она начала ему изменять? А он хотел семью, детей, но она ему начала изменять. И вышла замуж, и родила другого. Что ему, надо было всю жизнь быть одному? Конечно. Потому что это не мы говорим, это Писание говорит. Но сегодня разрешают в церкви. Некоторые этому доверяются, но я не могу советовать этого. Ну хорошо, если у нас уже брак венчанный, и все... Но разговора даже никакого нету. Венчана, не венчана. У нас спасение дороже всего. Если ты узнаешь, только не убегай отсюда сейчас. Я тебе просто информацию даю. Если речь идет о том, спасется душа или в аду будет мучиться, то какие остальные доводы-то? Даже смешно слышать. Ну никак, это нельзя даже обдумать это. Хорошо, а что мне делать? А что делать, это вопрос другой. Теперь вопрос другой. Сначала мы еще... Так, подожди-ка. Давай отсюда. Опа. Вот лезет тут. Не до него тут дело. Так, сейчас я скажу еще. Так, что тут я нашел. Да ничего, тут у меня перекинулось все. Я смотреть кремлинам начал. Кремлинам. Сейчас я посмотрю еще, начиная с седьмой главы. Апостол Павел тут как раз и говорит. То те же самые слова, но только он маленько по-другому говорит. Но смысл один и тот же. Так, десятая. Наверное, здесь. Мноточку. Я, видишь, быстро ищу тут, не приготовился. Я и не знал, что тут кто-то зайдет. 13-е. Теперь 14-е. Что-то не можем. Это мне внезапно зашла. Ну вот, Игнатий Тихонович, уже все свершилось, все уже было, и уже не вернуть. Что вот теперь делать? Ответ один. Если было неправильно, вот человек мочился, вот с Украины приезжают, там этот они весь разврат устраивают. Ну и что тут делать? Приезжают, крестятся, а он, а я причащался. Ну что ж, причащался, причащался. Канон есть такой, до 30 лет священники не ставить, а их сегодня ставят, там 20 лет даже нету. Ну. Доколе жив муж? Видите как. Володя, подойди-ка, возьми его, я раскрою, раскрою эту клавиатуру-то. Тут у меня нагороженность, я не могу в одном пролистать даже. Никуда не уходи пока, и говори. Вот все начинают дальше, а там дети, а там что-то, ну если незаконно, это дети или не дети, приходится отдавать. Вдруг оказалось, что я дом построил, а не разрешено, что делать? Церковь построили, показывают, бульдозер пришел, краном церковь, кресты все свалили. Ну, пошло, звали. Это исход, 55, а мне надо римлянам посмотреть. Сейчас, минуточку, посмотрим. Вот мы считаем, 7 глава, 3 стих. Я его смотрел, и не мог увидеть. А вот смотри, Павел пишет. Разве не знаете, братья мои, я говорю, знающим закон, что закон имеет, маленько отодвину, закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана с законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже, при живом, не при изменнике, а при живом, выйдет замуж за другого, называется прелюбодейцей. Если умрет муж ее, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого замуж. Добавить никак нельзя. При живом, он имеет право развестись. Она изменила, он имеет право развестись. А не женись, живи один. А я не могу один. Ну, прости тогда. Выход-то есть. Прости, она не удержалась, где-то что-то было, родился ребенок. Это не имеет значения. Он же не женился, просто прелюбодей был. Ты хочешь прелюбодеем жить, имеешь право. Вот так. Я хочу с ним жить, какой он бы ни был, потому что я люблю его. Ну, а если теперь тебе не я, апостол Павел, явился бы и сказал, это незаконно, вас помещали, потому что у него живая жена, с которой он венчанный. А я хочу его. Ну, разговаривать нечего, тогда если спасение недорого, неверующее, тогда можно все делать. То есть, я не могу давать совет вопреки вере Христовой. Я считаю, стих кремлинам, 7 глава, 3 стих. А я смотрю... Хорошо. Что теперь делать? А вот что теперь делать? Ну, прямо решительно, что делать? Я не могу... Ну, я не знаю, что мне делать. Я не могу... Ничего, спокойно слушай. Давай сюда. Я уже свободен буду. Так, внезапно. Теперь сказать-то ничего нельзя мне. Я бы еще не сказал, а сразу скажут, а ты против того, что архиерей сказал. Знаешь, меня подводите под монастырь тут. Я закон Божий считаю. Я по-другому не могу ответить. Я по отношению с себя это беру. Если бы у меня случилось такое, жена там изменила, разговора нет, я бы сразу развелся и все, и никогда бы даже не подумал женить, да она живая. А если бы она заболела, помогал бы все, но жить бы с ней уже не стал. Так это вы говорите о том, что надо ему было не жениться, а просто жить одному. Да, жить одному. Ты только не торопись, Анна. Дело в том, что дело очень серьезное. Очень. А по-другому разрешают. Они могут разрешать, но они не могут закон Божий нарушать. Зачем же это нам быть беззаконниками? Закон, а кто нарушает, беззаконник. Участь беззаконников в аду. Они навенщают сейчас навенщают в одной церкви при живых женах три раза и больше. Фугачеву здесь артистка такая есть. Сколько раз навенщали? Киркорова сколько раз навенщали? Это сейчас там Ксения с общаком. И они все. И не где-то, а поэт Верусалим, чтобы патриарх навенщал. Ну, сразу. Свадьба обошла 19 миллионов рублей. Деньги все делают. Но Бог не смотрит на деньги. Ну, вот смотрите. Остался без жены, умерла. Не ищи жены. Даже не ищи. Даже имеешь право жениться второй раз, когда она умерла. И то, Павел, не советую, говорит. Потому что будете иметь скорби по поте, а мне вас жаль. Жизнь коротка. Прямо, говорит, дни короткие. Все к концу пришло. А мы тут свадьбы разыгрываем. Ты пойми, что ты мне не чужая. И поэтому совета тебе никакого дать не могу, кроме того, который дает апостол Павел. И в первом послании к Коринфянам одно и то же он повторяет. Там в седьмой главе, а тут к Криминам в третьей. Пока подожди, сейчас мы расстанемся с тобой и позвони им, чтобы они вышли на меня. И после разговора с ними тогда будет видно. Может, что-то ты не досказала. То, понимаете, они ничего не знают об этом. Это я только вам открылась. Вика с Гавриилом, они знают, что болеет почему-то мой муж. Но они ничего не знают. Они вам ничего не смогут рассказать. Потому что они ничего не знают. Ну, даже посоветоваться. Я им буду говорить. Пусть они вопросы задают. Вы с ними переговорите. Так и так. Все. И я им скажу. Может, мои слова не убедительны для вас. А что делать? Ну, что делать? По большому счету признать брак недействительным, вынести эпитемию за это какую-то 5-7 лет. Это все строго. Церковь смотрит на это глазами любящей матери. Не просто так. Смотрите, я не... Дети от нечистого сожития. Это, говорит, свидетели на суде Божьем против разврата родителей. Это дети-свидетели. Больше никакого названия нету. Дети но... Суть свидетеля разврата родителей. Игнатий Тихович, ну, смотрите, я уже дальше без него жизни своей не представляю. Я не могу без него жить. Так же... Не верующий. Живи тогда, все, но никакого отношения к церкви это не имеет. Никакого. Живи. Живи, ты выбрал, это твой путь. Да, даже это не послушаешься. Я не говорю, разводись сегодня ты завтра. Нет, я просто считал закон Божий. Закон Божий. Послание апостола Павла. А это слова Бога. Говорит, Бог через него не вернулся. Ну, уже я не знала раньше. Живи нормально, все. Но никакого отношения, не надо к церкви лепить этот разврат. Другой, я не могу, хоть раз в месяц, но напиться надо. Ну, твое дело, ты пей. Да я не могу бросить курить. Твое дело, кури, но к церкви-то зачем ты лепишься-то? Господь говорит, я ощущаю. В первом послании Иоанн говорит, Иоанн говорит, верующий, рожденный свыше, не грешит. А потом пишет, и не может грешить. Дух Святой ему подсказывает, а не так, что незаконный муж, а я хочу с ним. Она хотела, умерла. Дети-сироты. Никто не знал про это. А почему? Та молитва достигла здесь. Он и болеет здесь, потому что незаконно. Может быть так. Я говорю, что вариант возможный. У нас вот вариант такой тут был. А какой еще может быть вариант? Вариант один. Потеряли страх Божий. Пока ничего не делали. Просто побеседовали. Другого совета от меня не будет. Ты пойдешь к епископу, епископ тебе скажет другое. Я говорю, вместо одной причины, другой их нет причин. Это мы считаем 19 глава Евангелия от Матфея. Евангелие, Христос говорят. Да, развестись не заново. Это кроме вины любодеяния. Кроме. То есть развестись можно. Но дальше он не говорит, что опять женись. Там венчания не было. А тут венчание было. Церковное таинство. Миленькое мое. Что ж ты? Почему ты мне не позвонила, не сказала, когда думала выйти из-за этого женатика? А вот у мастульман ты девица. Замуж не выходила? Девицей я выходила чистой девицей замуж. Он не имел права тебя брать, потому что он не муж, не сохранивший девственность. Пусть ищет такую брошенную. Ну, мусульман какой закон? Они не разрешают. Ты чистая девица, на тебя должен чистый юноша жениться, который женщины не познал. А это мусульмане. А тут любой разбратник весь в гное берет девицу. Венцы на вас надевали. Надевали венцы, венчание, все по закону. Я знаю. Я поверила владыки. Ты на тебя можешь надевать, а на него нельзя. Венец это победу, что ты не впала в блуд. А он блудник, и спрашивают... Ну, хорошо, то он же покаялся в этом блуде. Он покаялся. Я ничего, но венец надевать нельзя было, согласно закону. Но ради тебя его надели, ладно. Не в этом дело, не в венце. Дело в том, что Писание говорит. Я против того, что люди принимают монашество, и запираются. Но один тут принял монашество. Принял. Молодой парень. У него, допустим, у брата, у его брата, дядя ему, 10 детей. И отец такой у него, отец-священник. Но он не советовался. Он когда-то в лагере был такой. Ну, смотрите, Игнатий Тихонович. Он внезапно принял монашество, то, что девчонка не пошла за него замуж. А теперь пришел и говорит, а я другую теперь полюбила монашество. Я говорю, а теперь больше не играй. Ты принял монашество. Ошибка, не ошибка. Ты Богу давал обещание. Теперь ты не будешь. Ты женишься. Никто тебе венчать не имеет права. Ты вступаешь в стадию развратника и ты пойдешь в ад. И он так не послушался, женился. А теперь у него все кверх тормашками идет. Опять развод. Ну, смотри, Игнатий Тихонович, вот этот Толя мой, он до встречи со мной, он был там один раз на Пасху в храме. А теперь он уверовал. Ну, я смотрю по нему, да, он каждый раз идет в храм, и он больше и больше знает, и он становится верующим с каждым разом. И он говорит, как хорошо, что мы встретились, и благодаря тебе я познал больше Христа, и благодаря тебе я ну, все, ну, то есть на правильный путь ты меня наставила, да? И вот как? А вот теперь смотри, приходит у меня на занятия один, жена развелся, одна, вторая, а я пойду женам скажу, которые были, я уверовал, я им проповедовать буду. Святые не советуют даже близко подходить, она засосет тебя. Тебе не устоять. Не надо, даже не подходи, не звони, не разговаривай с ней. Так она не знает, в другом месте узнает, не тебе это делать. Играет с огнем. Он стал ходить, верить и все. Если он в грехе живет, толку никакого нет. И сатана его оставил в покое. Пускай ходит, приближается, где Писание есть, не знает. Страх Божий есть, понятия не имеет. Закон Божий нарушает, а ему разницы нету. А он ходит. Ну, ходит, стоит, что он и знает. Если бы закон был знал, и он знал закон Божий, он бы сразу отстранился и сказал, что я натворил. При живой жене женился. С венчиной. Вот как было бы дело, если страх-то Божий был. Так он был неверующий, ну, особо, ну, как бы, в Бога верил, но он не знал этого всего. Ну, незнание, ты не говори, этот человек не знал и проехал где-то. Незнание не освобождает от ответственности до нарушения закона. Я не знал. Ну, не знал. Ты нарушил его спрашивать? Нарушил. Ты проехал, плати штраф. Ну, я не знал. Никто с тобой разговаривать не будет. Машину отбирает и все. Ну, теперь-то он не может без меня жить. Я не могу без него жить. Что теперь делать? Смотри, как делают. Вот первый брак. Сейчас у нас разводов, я не знаю по Украине как, у русских, 86,5% разводов. На 100, которые живут, дети там есть, 86% оставляют, жен уходят. Почему? Жена в основном виновата. 86%. И главное, житья нет. Второй раз женятся, нормально живут. Почему? Потому что грех слепил, теперь два блудника, и не разольешь. Без друг, без друга никуда. А там нельзя было. Почему? Сатана на земле. Там законный? Нельзя. Там измена и все. С этой живой сошелся, незаконный теперь он его. Ну, незаконный. Второй, потому что. И она не изменяет, он не изменяет, любят друг друга, все нормально. Почему? Потому что сатана слепил два грешника. На одной веревке повесил. Ему теперь их не надо трогать, любить и друг друга. Друг без друга шагу не шагнут. А там смотреть на ее не мог. Но сначала повенчался. И потому что сатана лютовал там. А он не победил его. Объявил пост, молитву, заморил бы себя, и одна бы жена тебе не нужна была. Эта игра очень и очень дорого стоит. Я по-другому не могу отвечать, потому что я верующий христианин. А епископ тебя разрешил. С него и спрашивай. Епископы здесь и тут, и там везде так делают сегодня. С Украины приехали, всю церковь разваливают. Бритые. Даже есть курят там, и такие толстомордые, пузатые. От католиков. Все там католики у вас, а католичные ваши. Ну, смотрите. Ну, вот мне, я так поняла, смириться вот и жить вот так вот, да, как есть. Феоретически, да. Но ты не готова это выслушать. Я тебе этого, считай, только сказал, так написано. Я тебе ничего не сказал. Я сказал сначала, мне надо переговорить с вашими. Я тебе не советую, ничего не советую, кроме того, что Господь, Бог, через апостола Павла говорит вот так. Показал тебе три места Евангелия от Матфея. Первое послание к Коринфянам, послание к Кремлям. Три свидетеля. Этого достаточно. Ну, я поняла, что мне говорите. Написано так. Она от него ушла и спуталась с каким-то студентом. Но она изменяет. Живет студентом-то где-то. А он богатый и жениться не может. А жена живая. Так она изменила. А у нее там дети, там есть. Церковь не будет венщать. А сегодня венщают. Достоевский пишет. И потом ему сообщили, что она где-то напилась и замерзла. А он давно полюбил княгиню. И она его любит. А сойтись нельзя. Потому что жива та, живая, где-то на чердаке со студентом живет. Это ваша обстановка. И когда он узнал это, он, говорит, бежал по Санкт-Петербургу и кричал, ныне отпущаешься, раба твоего. То есть могу жениться. Она умерла. Все. Ныне отпущаешься. У тебя еще не было отпущения. И молиться о смерти нельзя. Развод по-итальянски не сделаешь. Она мешает ее. Нанял убийцу, ее убили, тогда помещали. Так это ужас какой-то. Я же поверила владыке. И все. И я вот смотрю, ну таких просто нет на земле. Я его полюбила, какой он есть. И простила ему и эту женитьбу, эту его. И эти, что он как жил блудно, да, меня. Позвонила, миленькая моя, почему ты не позвонила, когда замуж решила такой ответственный момент. После уверования замужество, женитьба, это самый главный фактор. Кто будут друзья, какие дети, отношения к родным, все в этом. И ты ни слова не сказал, раз упорхнула, я знал, что ты вышла замуж. Но я не говорил тебе сейчас это, что знаю. Я узнал. И от тебя болячки все отошли, и ты живешь нормально, и все. А у него болячка. Может, твоя перешла на него. Он болеет-то, как ты болела, так и он теперь. А ты свободна. Да ну нет, он не такой болезнью болеет. Причем? Примерно-то так. Ты говоришь, сама говоришь, энергетика там, то другое, это духовное. Не такой, не обязательно. Но он говорит, вот смотрите мне, он говорит, это не только со мной так, и мужчины, вот, когда он где работал, так же было, и вот мужчины, вот, его сотрудники. С одним ему было хорошо, энергетически, а со вторым ему было плохо. Почему так? Так, ну еще спрашиваю, человек совсем никакого страха не имеет. Зачем ему было жениться второй раз? Тем более на девице. Я знаю, какие у нас были здесь, и он мужик этот, нормальный, все у него. Женился на девице. Буквально несколько, уже ребятишки, теперь заболел смертельно. А до этого говорил, да у меня бабка 105 лет жива, я буду столько-то, ничего этого нету. ну уже, что совершилось, то совершилось, я-то уже замужем, и он женат на мне. церковь на это не смотрит. Если совершилось, все узнали незаконно, и сразу разводят. Вот, допустим, он работает матросом, а матросы, когда на берег сходят, там дом терпимости, женщины торгуют своим телом, ну, проще сказать, проститутки. Ну, и он так, пришел, и разговаривался с ней, с ней вместе переспал, все, и дальше-то, когда разговаривают, встали, и он узнал тогда только, он, может, лет 10 плавал матросом-то, что это его сестренка младшая. Родители умерли, она не могла прожить, и пошла в дом терпимости. И он с ней, как с женщиной был, он за голову схватился. Ну, так все-таки мы уже были вместе, давайте любить друг друга, она родная сестра, никто не будет венчать. Вот штука-то какая, это Лев Толстой описывает. Я не придумываю это. В жизни бывают такие. Ну, хорошо, ну, вот, я не знаю, но батюшка говорит, это он думает, что ему какая-то женщина, скорее всего, подлила что-то, что говорит, если не мне, то никому, и это поэтому он мучается. Такие люди есть, она подсаживает бесов. Она, может быть, там, напоила какой-то травой, нашептала, пошла к колдунам, такое и есть. И есть такое. В житях святых есть примеры такие. Ну, вот и говорит, что надо молиться, молиться, за этого человека молиться, ему молиться, мне молиться, и все, оно отойдет, оно все пройдет. Не знаю, отойдет. На каком он основании, говорит, отойдет? Что ему Бог это сказал? Это просто человеку, привыкли они, мозги пудрить. Да, помолись, и я помолюсь, но помолюсь так, да будет воля твоя. Я не прошу здоровья, ничего, да будет воля твоя. Люди говорят, выздоровел, по вашей молитве, там то, другое. Не знаю, мне не дано знать, но я молюсь, и Господь обещал услышать. Я там всюду, говорит, вы помолились, у меня отец, вот то, то, выздоровел, то, другое. Я никакого отношения не имею. Я просил не на ногу, я говорю, я просил воли Божьей. Ты знаешь, Господи, жить ему или не жить, быть замужем или не быть, я не знаю, от меня сокрыто, я грешный человек. Ну, понятно, и на тезис. Я молюсь, и Господь. Ну, вот в любом случае, мы вот с мужем, просим ваших молитв, он... Помолюсь обязательно, сейчас вот вечером будем молиться, я помолюсь. Спасибо, Господи, Вас, спасибо, Господи. И тогда мы останемся по-хорошему. Я тебе ничего не говорил, кроме написанного. Я тебе не говорил, разводиться, ничего. Но сказал все. Поняла? Что-что? Я тебе не сказал, что разводись сегодня. Я сказал, согласно Писанию, ты должна бы так сделать, но ты сама выбирай этот путь. Я тебе совета не даю, пока не беседую с вашими. Сейчас только закончим, перезвони им, чтобы они на меня вышли. Хорошо, хорошо, все тогда. Я говорила. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Аллилуйя. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Надежде Васильевне, мне поклон передавайте. Хорошо. Как она там, кстати, скажите? А про кого, про кого говоришь? Надежда Васильевна, как там пожелаешь? Она приехала, может, завтра приедет. А здоровье ее как там? Какое здоровье-то? День ходит, два лежит. Ну, передавайте ей поклончик, пусть держит. Ладно. Спасибо, Господи Васильевне. Позвони сестре, и ее... Хорошо, хорошо, спасибо, Господи. Аллилуйя. Спасибо.